Так как компания, работающая в масложировой отрасли, мы полностью поддерживаем описанные меры в мастер-плане. На сегодняшний день на долю масложировой промышленности приходит 9% от общего объёма, производимой в республике продуктов питания. У масложировой отрасли очень большой потенциал. Площади посева масляничных культур уже на 2013 год составляют порядка около 2 миллионов гектаров, если точно, это 1920 гектар. До 2008 года была динамика роста. Ну и с 2008-2009 года практически это остаётся на том же уровне. Это говорит о том, что все крупные товаропроизводители, как бы нарастили мощность, они имеют потенциал для поддержания, потому что такие семена, как рапса, подсолнечник, они требуют определённых агротехнологий. И вот крупные сельхозформирования, они выдерживают этот севооборот. Мелкие сельхозформирования, у них в основном доминирует монокультура, это пшеница. Чтобы исправить это, это вот и есть как бы в мастер-плане программа по субсидированию этих мелких товаропроизводителей. Вообще потенциал огромен у выращивания масляничных культур, потому что если брать 21 миллион гектар ярового сева, в принципе 20% это безболезненно можем перейти. Например, таких стран, как Канада и других, Украина, Россия, 20% в севообороте масляничных культур даст нам порядка 4 миллионов гектар. Это значит, что на сегодняшний день мы имеем 2 миллиона тонн переработки производственных мощностей и перерабатываем миллион тонн. В будущем, если будет 4 миллиона тонн, то есть мы имеем возможность увеличить перерабатывающие мощности, а также в экспортном эквиваленте мы можем экспортировать. При внутреннем рынке 350 тысяч тонн масла в Казахстане мы можем экспортировать порядка более миллиона тонн на внешние рынки. Я хочу сказать, что такие меры, как инвестиционное субсидирование, субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, лизингу и оборудование, субсидирование оборотных средств, а также обеспечение перерабатывающих предприятий необходимыми объектами инженерной инфраструктуры в рамках региональных карт индустриализации существенно усилить конкурентоспособность отечественных предприятий. Поэтому в заключение хотелось бы сказать, что данная отрасль, она сейчас пока переживает стадии роста и большое будущее. И хотелось бы подчеркнуть, что в этом мастер-плане и вообще в плане развития агробизнеса 2020 большой потенциал масложировой отрасли. Спасибо за внимание.